Животные просят человека о помощи. Эти животные просили о помощи. Этот олененок безнадежно застрял в грязи. Кажется, что ему уже ничем не помочь, но внезапно появляется человек. Обратите внимание, как аккуратно рабочий управляет экскаватором. Кажется, этот парень и его экскаватор специализируются на спасении детенышей зверей. А на этом видео вы увидите, как с помощью экскаватора спасли медведя. И это далеко не единственный случай, когда люди выручают животных. Бывает даже, что животные сами обращаются к людям за помощью. Именно так случилось, когда акула запуталась в рыболовной сети. Рыбина так близко подошла к лодке с людьми, что с первого взгляда было понятно – она искала помощи. Акула даже терпеливо ждала, пока ее освободят. Как только последняя веревка упала с ее плавников, акула поплыла вперед и стала радостно вилять хвостом, как бы говоря, спасибо. А эта акула с 30-сантиметровым ножом в голове попросила о помощи инструктора по дайвингу. Посмотрите, она разворачивается и останавливается прямо перед инструктором, прося о помощи. Ирония в том, что акулу явно ранил человек. Иначе она никак не могла бы получить такое ранение. К счастью, дайверу удалось вытащить нож из головы акулы. Ему даже удалось встретиться с пациенткой снова и убедиться, что акула полностью выздоровела. Может, она и вернулась специально, чтобы поблагодарить своего спасителя. Не будем забывать, что вода может быть опасной средой и для сухопутных животных. Крошечная точка, которую вы видите недалеко от лодки – это белка. Она пытается спастись от хищника, возможно, морского орла, ворона и чайки. Как и акула, эта белка ищет помощи у людей. Обратите внимание, как отчаянно зверушка пытается забраться в лодку, будто знает, что люди не причинят ей вреда. Мокрая, но тем не менее очаровательная, она не оказывает никакого сопротивления, когда рыбак поднимает ее. Белка даже машет на прощание хвостом, наверняка выражая благодарность. Альфа-хищники тоже иногда обращаются к людям за помощью, например, этот волк с зияющей раной на голове. Обычно они всячески избегают людей, но сейчас одинокий, слабый и голодный, он не может охотиться и добывать пищу. Волки чувствуют добычу на расстоянии почти трех километров благодаря развитому обонянию, и этот волк уловил аромат свежей выпечки в сумочке женщины. Абсолютная решимость волка, покидающего лес и приближающегося к человеку. Эта история настолько же вдохновляет, насколько и шокирует. Волк берет пищу у человека осторожно и понемногу, стараясь не навредить неожиданному союзнику. Это не может быть случайным совпадением. Он будто воспроизводит всю картину мыслительного процесса животного. Наблюдение. Человек не действует агрессивно, за которым следует вывод «я могу доверять человеку» и даже оценка риска «я бы предпочел избегать контакта, но у меня нет другого выбора, кроме как обратиться за помощью». Умение таким образом оценивать ситуацию показывает, что волки обладают способностью мыслить рационально. Возможно, это совсем не то, чего мы могли бы ожидать от хищника, но недавний эксперимент, проведенный австрийскими учеными, доказал, что волки на самом деле более наблюдательны и сообразительны, чем домашние собаки. А теперь взгляните на этого кашалота. Он явно сигнализирует дайверу о том, что ему нужна помощь, и даже широко раскрывает рот, когда человек пытается вытащить рыболовный крючок из его пасти. Взгляните на эти поразительные кадры. Оказывается, в экстренных случаях даже животные спешат на прием к стоматологу и охотно говорят «А-а-а, не хуже людей». Это еще одно доказательство, что животные не только умны, но и обладают способностью сочувствовать. Как только прием у дайвера окончен, кашалот даже никуда не торопится. На самом деле он хочет выразить свою благодарность дайверу и позволяет гладить себя, как домашнего питомца. А этот морской обитатель плывет навстречу дайверу, как будто они лучшие друзья. Легко представить, как черепаха говорит «Эй, чувак, у меня в панцире что-то застряло. Сделай одолжение, посмотри, ладно?» И человек только рад услужить. Общение – это ключ к успеху, и давайте не будем забывать о благодарности. То, как черепаха наклоняет голову, определенно значит «спасибо» на черепашье. Иногда доверие нужно заслужить. Автор этого видео больше года завоевывал благосклонность лисы, подкармливая ее. Однако однажды животное отказалось от еды. Вместо этого она схватила лакомство и дала знак человеку следовать за ней. У нее явно что-то на уме. Обратите внимание, как лиса останавливается и проверяет, идет ли человек следом. А что же оказалось в конце пути? Оказывается, эта лисица недавно стала мамой и привела человека познакомиться с малышами. Показать человеку нору – гениальный ход. Теперь лиса может оставаться на страже детенышей, а двуногий приносит еду с доставкой до двери. Но не все лисы такие доверчивые. Обращаться за помощью эта красавица явно не собирается. Вместо этого она пытается добраться до вкусняшек, которые пока что принадлежат рыбакам. Поразительно, но она не убегает, когда появляется владелец сумки. Терпеливое ожидание. Лисица не только берет еду, она берет ее прямо из рук человека. Такое поведение можно объяснить тем, что ловить мышей очень трудно, когда земля промерзает. А этот зверь должно быть очень голоден. В предыдущем ролике мы видели, как лиса ест свежее мясо, а это с удовольствием уплетает и колбасу. Кто знает, может теперь это ее любимое блюдо? Официант, принесите мне двойную порцию. Иногда рыбаки ловят что-то гораздо большее, чем рыба. Эти три медвежонка переходили реку, но не справились с потоком и начали тонуть. Люди спешат на помощь. Все, что осталось сделать маме-медведице, это забрать детенышей там, где их оставили рыбаки, и хорошенько обучить плаванию. Орел пришел к людям, потому что был слишком болен для самостоятельного полета и поиска пищи. Сначала он чувствовал себя так плохо, что даже не принимал рыбу из рук человека. К счастью, вскоре ситуация изменилась к лучшему. К птице вернулся аппетит, а орел даже позволил человеку погладить себя по голове. Конечно, это произошло не в одной части, на полное выздоровление ушел целый месяц. И на каждом шаге человек заботился о птице, даже если это было не совсем безопасно. Знаете ли вы, что клюв морского орла может пробить бронежилет? Не говоря уже о когтях. Парню на этом видео приходится защищать руку крепкой ткани, чтобы избежать травм. А вот на спине мужчины не было достаточной защиты, и там когти точно оставили след. Когти выпускаются автоматически, когда орел приземляется на любую поверхность, будь то ветка дерева или рука его спасителя. Но не подумайте, птица не пытается умышленно причинить вред человеку клювам или когтями. Этот хищник безусловно благодарен своему другу. Люди часто рискуют своим благополучием, чтобы помочь животным и не только хищным птицам. На этом видео люди спасают собак от утопления в ледяной воде, и это еще одно доказательство, что люди бывают бескорыстны и изо всех сил стараются защищать своих собратьев. Бывает, животным больше не на кого положиться. Вы только послушайте этот крик о помощи. К счастью, отчаянные мольбы были услышаны, и собака теперь в целости и сохранности. Эта собака тоже отказалась смириться с ужасными обстоятельствами. Она взывала о помощи в течение многих часов подряд, прежде чем ее услышали. Но после столь длительного пребывания в холодной воде животное не могло пошевелить лапами и с трудом дышало из-за перехлаждения. К счастью, эта история со счастливым концом. После выздоровления у пса появилось новое имя, новый дом и новые друзья. Хотя одно осталось неизменным – доброе сердце Чарли и его склонность радоваться всему на свете. Каждый раз, когда он видит своих спасителей, он не может сдержать своего счастья. Это невероятно трогательно. Мы уверены, что его новые хозяева также рады Чарли. Иногда животные слишком слабы, чтобы просить о помощи. К счастью, люди готовы прийти им на помощь и без подсказки. Этот котенок потерял маму и чуть не умер от голода. Люди заметили малыша, который ел траву из-за сильного голода, и приняли его под свою крышу. Когда котенок подрос, оказалось, что он относится к охраняемым видам диких кошек, и это оказалось полной неожиданностью. Он точно знает, кто его спас, и выражает благодарность каждый раз, когда его кормят, облизывая руки человеку, который стал его новой мамой. Посмотрите на этого козлачь, и рога запутались в электрических проводах. Кадры просто душераздирающие. Из последних сил животное держится за лестницу и чувствует, что от этого зависит его жизнь. И даже когда его освобождают спасители, он все еще не спешит уходить и снова и снова смотрит на своих героев, как бы говоря, спасибо. Но что еще более важно, мы должны помнить, мало помогать братьям-меньшим в критических ситуациях. Лишь некоторые из этих ситуаций случились по велению природы. В большинстве случаев, когда животным угрожает опасность, это происходит из-за деятельности человека. Ежегодно более 100 тысяч водных животных и миллиона птиц умирают из-за попадания пластика в их желудке. И самое меньшее, что мы могли бы сделать, это выбрасывать отходы туда, где им самое место, в мусорные баки. Будьте добры к животным, и они ответят вам сторицей. А вам случалось выручать животных из сложной ситуации? Расскажите в комментариях. Соберем истории неравнодушных людей прямо здесь под роликом. А также не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал, чтобы не пропустить выход нового видео. Спасибо за просмотр и до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok